Итак, уважаемые друзья, ну с кем я не знаком, позвольте представиться. Меня зовут Дмитрий Эмов и сегодня я хотел бы рассказать вам в рамках этого семинара Божьего Гитара о новой версии игры, которая вышла не так давно, но в общем-то имеет множество интересных нововведений и по мелочи. Уверен, вам сейчас понравится то, что я вам покажу. И для довольно заметных изменений, особенно в области экстерьерной визуализации, там тоже есть новая версия игры. Ну, как вы знаете, это версия, которую мы пользовались в недавнем времени, в прошлом, была версия Vray 3.2, но сейчас мы говорим о версии 3.2. И она есть под все версии 3D Max, естественно. И я хочу вам показать, как вполне очевидные вещи и настройки, которые в ней появились, так и рассказать о том, что с первого взгляда не видно, но при этом прекрасно чувствуется, если рендерить одну и ту же сцену разными версиями Vray. Начну я с чистого экрана, ну и потом, естественно, мы будем открывать разные сцены, как я люблю, и смотреть на них те или иные фишки. Ну вот, давайте я у себя активирую Vray с чистого листа. Как видите, вот он 3.3.05, ну по-другому его называют 3.3. Как вы знаете, все версии Vray имеют длинные порядковые номера, но по-другому называется Vray 3.sp3, то есть третий сервис-маг. И, кстати говоря, было несколько модификаций выпущено, вот это вот его последняя модификация. С первого взгляда, если я рендернул наш прекрасный 3D-максовский чайник, стоящий на подставочке, ну каких-то радикальных отличий мы с вами не увидим, но фактически они есть и очень существенные. Немного изменились настройки по умолчанию, но очень сильно изменилась ядро-визуализация. Во-первых, вместо обычного RGB-режима для рендеринга сейчас используется новая спектраль RGB, это нововведение позволяет чуть по-другому верою цвета передавать и болтона. Этого нигде вы не увидите. И, во-вторых, очень серьезные изменения в сглаживании. Используется новый движок, он опять-таки нигде явно не видит, видны только последствия его применения. Он называется VBAS, Variable Bezot Antializing, то есть варьируемый, выровненный антиалайзинг. И смысл в том, что когда вы используете такие режимы, как Progressive и Adaptive, скорость рендера в сравнении с предыдущей версией повышена в процентах на 25-30, это огромная разница. И по-другому рендерятся некоторые эффекты, допустим, глубина резкости. Но я вот провел несколько своих опытов. Вот, например, сцена, которую я до этого рендерил много раз, и я уверен, вы видели ее в учебных сценах, когда вы учились у меня на курсах, я знаю, многие здесь не учились. Вот эта вот картинка, которую я уверен, многие видели, когда учились у меня на занятиях, всегда, вот сколько я замечал у Верая, он никогда не мог отрендерить глубину резкости чистка. Всегда в ней встречался какой-то шум. И вот действительно в версии 3.3, когда я тестовывал и рендернул эту сцену, чтобы посмотреть четверо-глубину резкости на вебаса, сам блин, я. Действительно с теми же настройками, то есть я ничего не менял, но гладкость, она раза в 2 в 3 выше. То есть если раньше вот здесь я везде видел цифровой шум, даже отрендерит бешеное количество пасов, то сейчас никакого шума, все идеально гладко на практически дефолтных настройках. То есть действительно вот эта вот частота картинки, особенно при включенном эффекте глубины резкости, она поражает отсутствием цифровых точечек. Ну, об этом, кстати говоря, и написано на сайте ЧАС-группы, они как раз тоже очень сильно хвастались. То, что наконец удалось забороть глубину резкости при использовании ярких источников света и отражающих материалов. То, что раньше всегда там присутствовал цифровой шум, если только ты уж не совсем безумно выкручивал застройки и не ждал там практически бесконечности. Но, к сожалению, ни то, ни другое, ни спектрал РГБ, ни ВБАС-сглаживание явно нигде не присутствует. Но, с другой стороны, хорошо, но есть и есть. Если вы отрендерите одну и ту же картинку двумя вереями, новым и старым, и сравните ранее, вы очень хорошо увидите ее. Кстати говоря, если вы будете в новом вере открывать старые сцены, вы будете получать предупреждение. Давайте посмотрим. Я специально не пленюсь открыть сцену, сделанную под V-Ray предыдущий. Вот прямо из учебных материалов. Можно прямо ту же самую рендер, которую мы сейчас видим. Вот она. Вы будете получать предупреждение вот такого плана при открытии сцены. Имеется в виду, видите, он заявляет, что, во-первых, из-за использования спектрал РГБ пространства и также некоторых иных улучшений, под иными улучшениями понимается принципиально новая модель небесного света, которую вы сейчас видите. Ну, ладно, не принципиально новая, но серьезно изменяемая. Вот. И также вот этот новый антиалайзинг. Вот из-за всего этого сцены, сделанные в старых версиях V-Ray при открытии, спрашивают вас, желаете ли вы адаптировать настройки старой сцены под новую возможность? Или вы желаете, чтобы он рендерил как в старых сценах без изменений? То есть, если вы ответите yes, ваша старая сцена будет обновлена с учетом новых возможностей. И рендер вы получите немножко другой по оттенкам и по шуму. Если ответите нет, то V-Ray не будет использовать новые возможности, будет отрендерено все, как на старой версии, то есть, вы получите точную копию старой сцены. Поэтому вы можете перед пересловкой V-Ray у себя из-за того, чтобы обновить версию, отрендерить несколько сцен старой картинки, потом поставить новую версию, посмотреть, что будет на новых настройках. Ну что же, сейчас, дорогие друзья, давайте мы начнем сразу с радикально новых нововведений, потом поговорим о более мелких подробностях. У меня для вас есть сцена. Вот такая вот. Не очень сложная. Узнал. Стыдно признаться, но, конечно, портубератность вокруг солнца до сих пор V-Ray рисовать так и не научился. Поэтому, если вы хотите за как более красочный, то придется использовать V-Ray скринем именно как источник света. Ну, а потом Photoshop заменить уже на какой-то реально красивый инвестор. Вообще, надо понимать, что это небо, это небо-вероевское, оно рассчитано не на то, чтобы быть задним фоном на ваших визуализациях, а на то, чтобы давать правильный свет. То есть вся идея в том, что вот эти вот оттенки, которые вы видите, это же не просто оттенки, видимо их глаз. Это именно проекция освещения на предметы. То есть из каждой точки неба вылетает луч свет и освещает каждый предмет с каждой стороны. Поэтому то, что мы видим какие-то полутонатом, это означает, что именно они освещают сцену. Например, на солнце. Поэтому, конечно, очень важно вот эти вот оттенки, что были правильные. Вот это вот первый действительно интересный момент, который мы можем с вами наблюдать в Вире 3.3. Но есть и второй. И относится сюда же. Вот объект, находящийся вдали, например, лаймер. Он смотрится не очень правильно. Тем более, если высокая запыленность атмосферы. Если там стоит турбин Т4. Есть такой эффект. В жизни очень хорошо знакомый художник. Он называется «Воздушная перспектива». Очень ловко его удается обычно сомнектировать в Photoshop. Ну, я и сам практически всегда им пользуюсь. Но, опять-таки, он фальшивый, он в Photoshop. Если посмотреть на мои работы, ну, я, если я хочу сделать воздушную перспективу и рендерю обязательно дополнительный слой, он называется «Задепс». Это в слоях такое можно добавить. Он черно-белый и показывает дальность точек от камеры сверочной. И потом по этому слою Photoshop можно воздушную перспективу прокрутить. Просто по этому слою сделать, допустим, осветление. Используя его как маску. Получается своеобразный эффект. Могу показать что-нибудь. Он не бросается в глаза нарочито, но он значимость высокую имеет. Сейчас. Ну, например, вот здесь немножечко можно чувствовать. В чем заключается влияние воздушной перспективы? Видите, крона дерева. Ближе к нам и дальше от нас. И крона дерева дальше от нас в чем отличается от крона дерева ближе? Немножко размытость это глубина резкости. А второе отличие? Она более бледная. Вот всегда объект, находящийся дальше от вас, они светлее за счет того, что вы видите их сквозь толщу воздуха. Это и называется воздушным поспективами. И это очень правильно. Если посмотреть что-нибудь из других работ, тоже в экстерьере. Например, вот эта вот вещь. Старая она до сих пор мне нравится. Тоже видно, отлично видно, что объекты, находящиеся дальше, они более бледные получают, чем объекты, находящиеся ближе. Но, к сожалению, это всегда приходилось прикручивать в Photoshop, и это, в общем-то, не самый простой. И вот в V-Ray 3.3 появилась нормально работающая, воздушная перспектива почти на расходующее время. Работа в экстерьерах, взаимодействует, естественно, с солнцем неба, то есть она берет цвета перспективы, вот небо, и она дает настоящее маленькое красивое. Там уже все совсем не будет по-взрослому. Как ее добавить? Через делов, рендеринг эффектов окружающей среды. То есть вы заходите в закладку рендеринг и вызываете оттуда N-Wire, то есть окружающая среда диалога. В диалоге N-Wire, ну, как видите, здесь включен контроль экспозиции, разумеется. Я его сверну. И вот есть блок настроек, так и называется атмосфера. Он, ну, собственно говоря, всегда здесь был. И нажав команду add, я вижу. Ну, во-первых, уже знакомые нам эффекты, которые всегда были. Например, был V-Ray EnvironmentFog. У вас всегда такой эффект. Очень тормознутый, и, надо сказать, он не нашел внимания в среде пользователей. Потому что, конечно, рендерить EnvironmentFog время не уходил кошмар. И поэтому, ну, так лучше. Вещь в себе получилась. А вот новый эффект V-Ray A-Rial Perspective, у которого есть все шансы со страшной силой понравиться визуализациям экстерьера, визуализациям экстерьера. Я добавляю V-Ray A-Rial Perspective. И что я вижу? Объекты на дальнем плане получились более бледными. Хотя странно смотрятся вообще кошмар. Потому что, как видите, он не воздействует на окружающую среду. Я в них доволен. У этого эффекта всего три настройки, уверен, вы легко разберетесь с ними. И одна галочка, которую мы сразу поставим. Потому что это и есть как раз воздействие на окружающую среду. Вот, заметьте, я ставлю эту галочку, я получаю теперь прекрасный эффект окружающей среды. он заполняет сцену к туману. Как он срабатывает? Есть две настройки. Дальность видимости и высота атмосферная. Также есть настройка, ну, по сути, мультиплея. Начнем с последнего. Если я оставлю мультиплеер, допустим, в 10 раз меньше или в 10 раз больше, ну, понятно, это вот подсветка лучей, которые считают рассеивание света. Также учитывается настройка марева, которая у вас в солнце и небе стоит. Visibility range это насколько далеко мы с вами видим сквозь дымку. Вот у меня сейчас стоит 6 тысяч метров, я составлю тысячу метров. Ну, как видите, теперь силуэт корабля практически пропал. Ну, естественно, мы ставим тысячу метров, корабль стоит чуть-чуть дальше, чем километр. Но при этом видимость фактически она рассчитывается полмогарифем и тысячу метров от нежестки. Вот я составлю 100 метров, ну, вообще, если я сняю, что-то быстрее. Главное заметить, даже на 100 метрах корабль таким силуэтом сразу присутствует. Вот, если я ставлю, допустим, 10 километров или там 50 километров, ну, 50 километров это уже предел линии горизонта с большим перебором. Ну, сами понимаете. Вот, на море видимость хорошее поставлю, допустим, 12 километров. Но даже при том, что точка 12 километров видимость, граница видимости, корабль лучше хорошо чувствует, что он уходит немножечко. То есть ставьте большие значения и тогда даже на коротких дистанциях она будет хорошо чувствоваться. Ваша сцена, естественно, должна быть физически увеличивать. То есть если вы рисовали сцена балды, это настройка тоже сработает, но просто придется экспериментально подбираться. Там уже может быть не тысяча, а сотня или миллионы стали придаться. Вот, как видите, он говорит инвитрос, то есть четко объясняет, что это метро. Также есть понятие высота атмосферы, то есть насколько по высоте смотрится густая атмосфера. Если я делаю высоту предельно маленькую, допустим, 100 метров, видно очень интересный эффект. Вот верхняя точка неба, она теперь хорошо считается. То есть если вас смущал то, что купол неба заблудился, ну, скажем так, стал неразличным, то вы можете сделать пониже атмосферу, вот теперь на 100 метров от земли дымка считается. Вот на полкилометра от земли дымка считается. Можно, например, сократить дальность видимости, дальность видимости сквозь атмосферу, но сделать пониже саму атмосферу. То есть можно сделать, допустим, 5000 видимости, но при этом высота, скажем, 300 метров. Получить вот такой вот интересный эффект. Само собой это будет работать и при дневном освещении. Сейчас такое получается именно в кедре, в кедре, но если поднимется солнце вверх, он будет так же прекрасно работать. Сейчас покажу. Ну и если вам нужно поярче и потемнее, вот, пожалуйста, можно сделать мультиплеер, скажем, полтора, получить более такой светлый эффект в глубине. Это вот насколько высветляется объект, находящийся в луке. Очень, на мой взгляд, полезный и интересный. Если вы рендерите плоскую стену с какую-то имеющую глубину, вот, как обычно, ставят домик, какие-то вот объекты ближнего плана, потом набор деревьев, отступают, сколько-то еще один набор деревьев, чтобы перекрыть задний план. И вот как раз вот второй набор деревьев, благодаря глубине перспективы, станет немножко более бредным, чем первым. И будет глубина отлично чувствоваться. Ну, до сих пор я так лично и делал, но только фотошоп. Здесь же у вас появляется возможность сделать все это. Что называется, куда более простым. Если я подниму солнце повыше, чтобы нам почувствовать, как это сработает при раскладе дневного света, мы можем как раз смотреться. Вот я поднимаю солнце вверх. Вот у меня день. И заметьте, тоже, тоже отлично чувствуется такая же легкая гимна, только вверху нового света. Ну, только здесь, конечно, видимость ставить больше. 15 тысяч я сделаю. Вот этот линий горизонт прекрасно чувствуется. Такая легкая, ну, дымка на море маленькая такая, да, она шикарная. Естественно, если мы отрендерим картинку, мы сможем посмотреть детали. Но в этой сцене у меня для вас есть еще один интересный трюк, который я бы хотел вам продемонстрировать. Сейчас я действительно перейду на обычный рендер и настрою немножечко. Ну, что, так оставим или вечернее сделаем как хотите. Давайте я ставлю так. Не буду делать веточку, или сделаю чуть-чуть более. Нет, все-таки все-таки мне больше нравится будет проще показать. Можно у камеры немного поднять еще до 15,5 евро. Вот эта вот модель света, она требует более высокое значение. Если раньше оставил всегда 13 евро, то здесь, как видите, он до 15 уже дает света. Ну, ладно, картинка у нас есть. У меня стоит 15. То есть вот под хосок надо ставить 15. А если возвращать модель света старого, то там можно 13 14. Здесь он явно поярче будет. Так, закрываю все эти окошечки и открываю обычный диалог. Давайте глобальный свет переключим на Irradiance Map. И я выполню регулировку такую весьма цифровую, которая позволит мне симпатично отрендерить эту картинку без какой-то головной боли. Обратите внимание, он будет рендерить ее прогрессивно. я приключу. Кстати, интересный момент. Разработчики по умолчанию прогрессивно включили фильтр это с более сильным сглаживанием. Переключу на адаптив. Адаптив тоже интересный настроен по умолчанию. Это разработчики считают в адаптиве. То, что Max садив с 24, но при этом очень низкий колор отрисход. Что выполнялось хороший анализ материалов и все прочее, благодаря усмотрим садиву. Но благодаря низкому колор отрисходу само сглаживание срабатывало не быстро. Ну, немножко шум будет из-за низкого пара сглаживания, но материалы будут 16 быстрее. Еще интересная галка появилась в Global DMC. Называется US Local Садив. Пока она не поставлена, локальные настройки садивов не участвуются. Если она поставлена, примудительно используются локальные настройки садивов. Я имею в виду всех материалов садивов. Ну, раньше там галки не было, там тоже была своя, так скажем, заморочка, но она была неочевидна. Здесь теперь что-то сделали галку. Если ты ее ставишь, тогда можешь в материалах в светильниках ставить садивов. Если убрал, то садив считается глобально. То есть 24 садивов. Ну, ладно. Я хочу вызвать кустики вот 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 как видите у меня есть немножечко вот таких симпатичных кустиков слева на экране цветочков. Ну, сама сцена очень примитивно построена. И, тем не менее, я сейчас выставлю, ну, хотя нет, нормальный размер, не буду делать больше. Нажмой я. Пускай считается. Ну, конечно, считается очень шустро. А вот с R11 на этом, как видите, не так все модно. Я, пожалуй, даже сейчас, чтобы не тратить время, с удовольствием переключил бы его на лоу-трест. Ну, хотя, ладно, пускай просто. В общем, пока оно считается, я расскажу еще. Но довольно редко люди и кустики. Я в этом семинаре решил совместить несколько тем, рассказать не только о новых возможностях и о тех вещах, которые в составе курса трудно, если просто время, но он будет полезно, знать. Те из вас, кто занимается рендерингом экстерьеров, наверняка пытался использовать модели библиотечные с деревьями, и вполне возможно заметил, что скорость рендера там получается не очень высокая. а в первую очередь из-за анализа прозрачности. То есть вот как работают листики и цветочки. Это обычно плоскости, на которых наклеена картинка с листвой или с цветами. И вы, я думаю, знаете, есть такое понятие опасности. Это карта в материале, в которой белый сам листочек. В таком же принципу делают, допустим, тюли или решетки, сетки. У героевского материала есть такой раздел options, опции. Туда редко люди лазят, а тем не менее. В нем есть три режима опасности. Первый называется нормал. Он стоит по умолчанию, стоял раньше старых первых. В нормальном режиме вы получаете самый долгий рендер, и это очень плохо сказывается, особенно когда рендер решили ствол деревьев. Что плохо, в старых библиотеках, ну как старых, ну последние там два-три года назад сделаны. А собственно говоря, тот же evermotion больше части с деревьями. Там везде нормал получил. И это очень медленно дает. Еще один вариант называется статчастик. Вот этот вариант куда интереснее. Он работает как? Он использует рандомный алгоритм, то есть хаотично анализирует прозрачность. Выигрыш в скорости очень заметный. Из минусов нельзя использовать в анимации, потому что рандом в каждом кадре будет по-новому срабатывать, из-за этого контур листика будет обрезан в каждом кадре по-своему. То есть в статике не проблема, но в анимации листва будет люто-бешено мерцать. То есть по краю каждого листика будет мерцание хранить у вас. Но вряд ли вам это понравится. в видеороликах короче вариант используется в статике отлично работает. Также этот вариант прекрасно работает для всяких тюлей, занавесок и прочее. Но опять в статике. Третий вариант самый быстрый он называется клип. Вариант клип вот это наиболее интересный трюк если вы хотите рендерить мистину деревьев. Только придется вручную переключиться. Вам придется взять дерево загрузить пипеточки материала и заработать его напитником. Вариант клип предполагает следующее. У вас будет учтен только жесткий край без полутонов. Вообще это опасность она же работает с полутонами то есть она берет от черного до белого всю градацию и делает полупрозрачные участки. Клип срабатывает только как жесткий обрезок то есть он оставляет либо да либо нет либо прозрачный либо непрозрачный но он работает еще быстрее чем 100 частик и способен в анимации спокойно резать все что хочешь без тормозов и без мерцания что очень важно. Там нету рандома там все работает четко. Поэтому дорогие друзья сейчас я вижу что у меня очень и очень медленно считается все это он говорит что 11 минут ему еще считать хочется и я понимаю что вот это вот икустики они по времени рендера давайте остановлю просчет можно было конечно для числоты эксперимент дать ему досчитать а потом сравнить время визуализации это было бы интересно я так и сделаю но я это сделаю следующим образом я включу рендер региона и выберу вот такой небольшой кусочек и вот его сейчас рендерну еще раз мне хочется чтобы система запомнила время рендера кусочек ну тут мы уже будем вынуждены подождать поскольку я поставил специально метод сглаживания адептив естественно мы получим четкое время рендера если бы мы использовали прогресс то нам пришлось ну по сути смотреть не на время рендера а на количество пасов которые мы за фиксированное время смогли бы достичь ну а тут мы получим четко обозначенный я был удивлен тем что адептив при значении 1 сотая на порог шума и 24 садива дают отличный результат даже 5000 не обязательно ставить не говоришь об одном тысяч вы сможете получить все эти настройки просто сбросив V-Ray нас ну скажем так переключив V-Ray на обычную систему рендера и вы увидите настройки по умолчанию которые разработчики считают оптимальными все равно долго получается но сейчас подождем проверялся второй рендер будет немножко можно подключить несколько компов через сеть чтобы сэкономить время как раз предыдущий вебинар у меня посвящен сетевой визуализации сэкономить сэкономить редактироваться а теперь я возьму редактор материал возьму новый шарик и пипеточка загружу материал с этих кустов но вот здесь уже будет загружила вот материал спустя из неприятных моментов он наш из 8 компонентов и меньше придется проделать одно и то же 8 захожу в первых компонентов и я вижу среди настроек раздел options и там есть понятие опасность мод о чем я и говорю и вместо нормала я могу выбрать или 100 частик или клик объясню еще раз разницу когда стоит выбирать 100 частик последних первых он получил 100 частик для статичных когда вы хотите ускорить просчет прозрачности для анимации достаточно но я ставлю вариант клип это очень самый лучший вариант и теперь мне придется это проделать для всех остальных материал потому что этого кустика разные цветочки сделаны через разные мотивы бывает не сказать что очень приятная затея с другой стороны один раз сделать вот я всех переключила по смотри вот здесь стоит прекрасно давайте орендарном посмотрим но уже видно даже по просчету и радион смайк что третий пас но первый пролетел заметки у нас предыдущая на вон минуты и 40 чем там секунд посмотрим сколько теперь получится учитывая то что в экстерьерах вот именно зеленка виде всяких деревьев и кустов отнимает чуть не больше половину времени на просчет в то же как правило здание там арендрит смысл тормозит трава и особенно тормозит растительность но высоточку моему опыту вот она при переключении на клип просто как сцепи обратите внимание у меня уже почти готов ряд и вот я вижу время рендера не минута и сорок восемь а 58 секунд то есть выигрыш но на рендере выигрыш ащи огромный здесь же мы говорим об общем время рендер плюс просчет света но как минимум в два раза если мы будем рендерить все целиком сейчас конечно получится довольно долго но обидно и ларитка считается быстрее и сейчас будет быстрее считаться и радио из приятных моментов которые можно заметить не пострадало качество этой самой зелени то есть даже клип лучше чем ста части смотрится на ста части бывает видно когда край листика крупным планом он такой немножко обгрызнуть а на клипе он я даже жалею что нет какой-то простой функции типа нажал эту кнопку и для объекта все материалы переключили опасти вот норма на клип мне она очень сильно пригодилась быстрее но за мая запрос паспортс в каш но сейчас мы можем да и андре самому сразу перейти к следующему давайте чуть-чуть и мгновенно тем временем пока рендерится то сценарий много скажу следующее мне хочется показать вам работу одного материала он не новый он есть устраивная версия работу одной карты она появилась только в новой версии один интересный инструмент обновленный ну и продемонстрировать вам просто новую сцену которая тоже вот видно насколько быстрее сейчас посчитались посчитаться свет для этих кустиков но сейчас скорость рендер будет отлично я включу инструмент называется следить за положением курсора мышки возможного они узнали я просто хочу вернуть в первую очередь не кустики цветочек в котором уже нет краб яхту вот мы видим как пендец травм но градиент воды что я не буду тратить наше с вами время на рендер тогда очень мне кажется так все уже понятно давайте полюбуемся лучше следующей сцене вот тут сцена вот такая это как видите интерьер ну на самом деле не интерьер объектная постановка то тут есть несколько стаканчиков с молоком и вот такой кувшин тоже с молоком сцена интересна тем что мы увидим на ней два материала вернее материала карту и один инструмент давайте я рендерну ее будет здесь рендер используется прогрессив давайте поймем что картинка статус ждать я хочу почитать рассказать это интересный материал для всех полупрозрачных средств или более но потому что они должны красиво просвечиваться а у нас что получается давайте я сейчас спрячу все лишнее и оставлю только вот наконец только вот эти вот детальки и для начала я назначу им обычный виреевский материал стандарт вот отлично видно как работает здесь хдр среда здесь естественно в качестве освещения стоит hdr картинка и она же стоит в качестве среды вот так вот выглядит якобы молоко ну видно что оно молокоит не очень похоже теперь как сделать красиво можно делать прозрачным материалом молоко но сами понимаете прозрачности у него быть не должно он должен просвечиваться насквозь это да а прозрачным он быть не должен поэтому разработчики придумали специальный материал который давно достаточно виреи уже присутствует но опять таки пользуются далеко не все я заменяю тип материала с обычного на материал который называется V-Ray Fast Sub-Surface Scatter вторая версия V-Ray Fast SSS 2 SSS означает Sub-Surface Scatter или дословно по-русски внутриповерхностное рассеивание такой материал позволяет рассчитать как свет проходит сквозь поверхность и ради такого замечательно увлекательного процесса я сделаю еще одну веку я временно отключу светильник чтобы он не работал теперь на рендере у меня вообще тьма прекрасно я сделаю другой светильник на котором лучше и нагляднее будет видно как работает данный мастер но потом я верну конечно тот который сейчас тем не менее опять переключимся на ActiveShade запустим систему V-Ray RT это система просчета в реальном времени вот она ругается что субиксельный mapping подключаем подключаем и так сейчас у меня тьма тьмущая но RT работает отлично и я рисую светильник обычный V-Ray светильник в виде шарика вот такой я располагаю его так что по отношению к камере откуда мы смотрим он находился позади этих объектов по отношению к камере это светильник вот так вот он светит сделаем его поярче ну допустим эквивалент 100 ватт две лампочки сейчас сделаю здесь физический свет стоит поэтому ну даже сделаем еще ярче камера она выставлена вот вообще жест аж вот так вот ну и вот видно что свет не проходит сквозь тело предмета что на вылет предмет никак не освещен а было бы это молоко естественно свет не проходил сквозь тело равно как и будь то например апельсиновый сок он не прозрачен свет пропускает и вот мы заменяем материал давайте я поменяю его с обычного V-Ray материала на V-Ray FastSSS 2 но и сразу немножко уже видно как вот чуть-чуть свет прошел сквозь поверхность этот материал требует некоторой перенастройки из очевидных вещей легко регулировать в самом начале пресеты пресеты это основные такие среды ну или их скажем достаточно простые понятные аналоги то есть вы можете выбрать материал который вам нужен но которого нету в списке просто похожий ближайше на него есть кожа я имею ввиду кожа типа человек то есть у него тело хотя у V-Ray есть отдельный материал детонирование тоже еще более быстро работающее молоко при том чистое и и называется очищенное вот ну кипяченое можно сказать мрамор кетчуп крем ну и дальше там всякие апельсиновый сок картофель вот я поставлю молоко ну в данном случае сюжет такого у нас хотя можно и поэкспериментировать с другими вариантами итак вот я поставил кипяченое молоко и я вижу как теперь свет проходит насквозь то есть вот эта вот часть объекта она освещена именно пропущенным насквозь светом можно сделать еще не всегда правильно угадывается масштаб то есть бывает так что масштаб картинки он неправильный то есть система не понимает что предмет на самом деле больше чем ей кажется или меньше чем ей кажется то есть она может сделать так что свет не пройдет через молоко или там через тоненькую пластинку там не знаю картофель фри типа чипс из-за того что система думает что она очень толстая поэтому есть подстройка масштаба скейл это первая самая главная настройка подстраивать масштаб если я делаю скейл меньше допустим 0-1 система полагает что объекты на самом деле больше чем и она уменьшает как видите свет проходить если я возвращаю я садил скейл больше в 10 раз она считает что предмет на самом деле В смысле, меньше, но не делать больше. Но можно сказать, что scale, чем вы делаете больше scale, тем свет сильнее, как выучили, через объект. Как? Да, 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 да. Не, ну там единицы – это штатное значение. То есть, по идее, если вы все сделали в правильных единицах, не напутав единиц, и объект у вас не масштабированный командный масштаб, тогда scale 1 будет как раз работать, как в жизни. Но если вы увидите, что при scale 1 что-то не так пошло, ну делать scale 2, 3, 4, смотреть, чтобы пропускал свет красиво. Чем больше, тем больше свет. Да, чем больше scale, тем больше свет упройдет. Вот я сделал scale 3, и даже самая дальняя точка в объеме молока вот здесь, она уже освещена. Из дополнительных моментов есть такое понятие здесь, называется option. И вот там есть понятие single scatter, то есть прострел света насквозь. И он по умолчанию стоит simple, то есть упрощенная модель. Пус обливчиков можно поднять для начала. Но есть очень важный момент, вместо упрощенной модели, можно включить модель расчет света для твердых тел, raytrace solid. Она будет намного лучше реагировать, допустим, на сложную форму предметов, на перекрытие предметов друг к другу. Вот я переключил raytrace solid вместо simple. Ну вот можно посмотреть, что будет из вообще выпечить. Не знаю, сферегировать, нет, не будет реагировать. Ладно, только на реально. Ну а сейчас молоко будет смотреть, куда выгодить. И здесь тоже оно интересно выглядит, на предварительном просмотре. О, сейчас открою этого по-любому. На большой просмотр лучше не открывать, если какие-нибудь сделаны. Ну вот, наконец. Вот мы видим, как здорово смотрится. Но, да, вы заметили, я поставил 32 сабдила, поэтому он медленно так не будет. Но иначе будет все в точках. Дадим ему еще немножко потормозить. Я сотру светильник, который время наставил. Я, естественно, сделал так, чтобы он находился позади нас, чтобы мы хорошо видели просвечивание на вылет. А вот, кстати, интересно, если поставить его сбоку от нас, допустим, вот тут. Тоже будет смотреться очень наглядно, как свет. Вот он, получается, он светит, видите, слева, например, но проходит направо, насквозь. Ладно. Вернем мой светильник, который я выключил. Вот он снова заработал. Ну и вот теперь молоко, оно прямо чувствуется просвет насквозь. Видно, как свет с одной стороны пробивает на вылет, прожигает его насквозь. С той стороны тоже прожигает насквозь. Больше оттенков, больше иверситетов, что всегда хорошо. Давайте я вызову все остальные объекты спрятанные, мы с вами посмотрим, результат как-то молоко будет. Вот таким вот образом вы можете рендерить всякие среды. Ну, в первую очередь, конечно, природные. И всякие плотные жизни. Еще один интересный момент в этой сцене. Связан с, ну, не то, чтобы опять, но на самом деле закруглены уголки у предметов. То есть делать фастчер, конверт, поле. И есть модификатор, такой называется, филят, чарфер. Можно применять и закруглять уголки. Но сейчас и радиус закругления можно будет уйти. Тогда геометрия уже не требуется, именно на рендере получится высокая сборка. Как это делается? Вот у меня есть тут шоколадка. И по этому поводу я сделаю копию съемочной камеры и наведу ее на эту самую несчастную шоколадку. Я не хочу ломать саму камеру, а вот копию вполне могу себе позволить. Как видите, я смоделил шоколадку очень грубо. Я не заморачивался особо. Вот как она выглядит. Очень раздражает в таких модельках. Это вот эти идеально четкие углы. Естественно, в жизни там были бы маленькие-маленькие закругления за счет формы. Он не будет так идеально. Это, конечно, фрезой только не сырует. Вот материал шоколада, но такой бесхитростный совсем. То есть диффуз рефлектор, чтобы больше ничего не сказать. И я ставлю карту, кто мог подумать, Bump. Да. Я ставлю карту Bump. При том, в качестве карты, я ставлю карту внезапно V-Ray, Ages Text. V-Ray – карта краев. Вот она. В диалоге Maps, раздел V-Ray, V-Ray, Ages Text. Вы можете применять эту карту и для других нужд. Идея ее в чем? Она находит края предмета. Ну и в случае, если применили ее в роли Bump, она их, по сути, закругляет. Сейчас мы увидим, как ее удается. Итак, на Bump вешаем карту V-Ray, Ages Text. И что она говорит? Вам вот в этом диалоге надо обратить внимание на две настройки. Именно отвечает за скругленный угол. Она говорит, какой радиус закругления. Ну, у меня это сцена в сантиметрах построена. То есть сейчас закругление будет один миллиметр. Можно сделать побольше. Допустим, три миллиметра. Ну, хотя эта шоколадка, она такая, скажем, прям небольшая. Делает три миллиметра, это очень много. И тут она спрашивает, внутренний или внешний угол закруглять. Или все подряд. Сейчас стоит Concave and Converse. То есть это означает закруглять все углы, какие только на эту шоколадку. Можно сказать, только внешний или только угол. Ну, и давайте рендерном посмотрим. И вот здесь на рендере, смотрите. Все углы прекрасно закруглены. Это тут ощущение. Естественно, у такого потекшего закругления, оно передано более чем золото. Да тут фишка новейшая. Это ток-ток-ток. В любых, пожалуйста. Ей без разницы, на время рендера он будет. Практически нет. На скорость рендера практически нет времени. И давайте я поставлю поменьше силы закругления. 0,2. И расскажу еще об одной функции, которая появилась. Сейчас, секундочку. Да, вот нас спрашивают на вебинаре. Просто время вопроса потом будет. Вы еще сможете спросить меня более подробно, о чем вам захочется. Вот на вебинаре спрашивают, можно ли сделать материал парафина для свечи. Тем же материалом, что мы в локочке сделали. Разумеется, можно. Он может выбрать пресет скин кожи. И он будет хорошо подходить по парафину. Или кетчуп. И просто поменять цвет на цвет парафина такой же. Отлично будет материал парафина смотреться. Я вас смотрю. Но тем временем продолжим. Есть такой трюк у Верея. О нем мало кто знает. Он называется клипер. И вот он был слегка усовершенствован. Что такое клипер, сами разработчики называют его рендер-тайм-булинием. То есть по-русски, типа, если перевести, буллин, срабатывающий во время рендера. Это режущая плоскость, которая отсекает часть объекта во время рендера. Что вы могли увидеть в объекте срезанной. Возникает вопрос. А что отходить у камеры? Это, конечно, чтобы клиппинг-плейк снести. Который в интерьере сквозь стену заглядывает. Ее недостаточно? Если вы клиппинг-плейном разрежете какой-то механизм с каждым двигателем, вы увидите страшный кошмар. Потому что при попытке внутри бокса залезть клиппинг-плейном, вы видите бокс изнутри клиппинг-плейном и дает ощущение монолитности. Понимаете, что это? А клиппер, он режет объект так, что объект смотрится монолитно внутри. То есть объект, разрезанный клиппером, на рендере дает монолитный. Более того, клиппер, что ценное, может просто тупо резать плоскость. То есть вы можете подавать на рендере срезать объект. Очень красиво. Я вам могу показать в отделке клипа. В одно касание можно показывать зрителю предметы в разрезе. Допустим, вот предмет. И вот в него вставлен клиппер. То есть видите, ощущение правильно, то есть видно именно в разрезе металла, в разрезе грамма. То есть чувствуется монолитность конструкции. Она не пустотелая получается. Более того, можно еще срез попросить пометить другим материалом. Чтобы, знаете, на срезе были такие, скажем, царапки такие. Или просто красный пометчик. Как любят во всяких музеях выставлять, допустим, в каком-то двигателе в разрезе. И линию разреза красить красный красный, чтобы было видно, что это не просто такс-завод, а что это не разрез. Идея понятна? Теперь как этим пользоваться? Но сам по себе клиппер, он живет в диалоге создания предметов героевских. Я имею в виду создать трехмерные тела героев. Его нет в боковой корсове, но тем не менее в диалоге создания вереевских объектов, вот он, называется V-Ray Clipper. Создается, ну, просто как плоскость. Вот, примерно так создается. Вы ставите его, ну, допустим, сквозь шоколадку. Вот так. Также очень важно у клипера, имеется возможность сделать include или exclude, то есть сказать, на какие предметы он действует. По умолчанию действует вообще на все. То есть прямо в интерьер ставить вперед, в получении интерьера разлететь. Да, кстати, он бесконечный на всех направлениях. То есть он режет не только в пределах плоскости, за пределами тоже. Ну, вот я для этой сцены хочу только шоколадку резать, а не хочу резать стол или блюдце. Поэтому скажу include. Хотел бы сказать, как она называется. Box 201. Непонятно. Незамысловатый. Готово. Рендер. Опа. Половище шоколадки. Грызы. Только не тут. Разверну клипер. По диагонали. Оп. Теперь вот так. Как видите, он маркеровал разрез отдельным цветом. Но есть такая хитрость. Вы можете покрасить сам клипера любым материалом. Либо, если... Тогда материал клипера будет передан на срез. Либо поставить галку use object материал. В этом случае будет применен материал с объектом. Вот шоколадка в разрезе с использованием материала. Но это неинтересно. Я хочу, чтобы шоколадка была такая, прям поломанная, как будто ее обкусывали, обгрызали. Ладно. Давайте сделаем обгрызную шоколадку. Как будто кто-то ее с зубами обгрызал. Возьмем-ка вот так. Вот использую команду line. Нарисуем следы от зубов. На зубе не хватает. Я делаю экструд. И экструдом поднимаю предмет. Потолще делаю. Вот такая вот штукенция. Добавлю ей поменьше толщины. Мне так много-то не надо. Но так вполне хватит. Но теперь я схитрю. И поставлю побольше сегментов. Допустим, 30, 40. Можно еще потоньше сделать, чтобы не расходовать сегменты зазря. Хотя какая разница, что зазря? Что я пытаюсь экономить? Ерундой пытаюсь экономить. Сейчас. Еще сделать линию разреза подкрасываю. Подзагладить, что-то. Вот так вот будет поинтереснее. И теперь я применю нойс. В горизонтальной плоскости. С помощью нойса я получил вот такой вот специально ломаный во всех направлениях край. Пожалуй, еще поменьше. Очень отличный. Я считаю. Ну, ладно. Будем считать так вот. Теперь берем кликер. И говорим кликеру. Используй режим меша. Меш мод. Это означает, что теперь ты будешь резать не плоскость, а предмет. Ну, дальше пик меша указываем предмет. Вот так. И кликер превращается в этот предмет. То есть предмет теперь не просто тело, это кликер. Ну, и как я трудно догадаться, на рендере у меня шоколадка вот так теперь клево обгрызена. Могу? Да, просто меш моду, укажите меш и все. Вот могу с другой стороны ее обгрызть. Могу несколько кликеров сделать, чтобы они один обгрыз вот так, а другой пускай обгрызет вот так. Можно было сделать кликер по форме укуса и так расположить по точке, пить укус в сказанной стороне. Вот два кликера. Вот они вот так вот грызут шоколадку. Заметьте, линия обгрызок, если так можно выразить, получается немножко неаккуратная. А вот не он. Вообще-то должен. Интересно, сейчас дайте посмотрю. Так, здесь все хорошо. Не ключ, бокс. Здесь что у нас? Не ключ, бокс. Ну, по идее, не должно бы работать. Сейчас посмотрим. Нет, смотрите, первое. Интересно. Это странный глюк, может, и как инстанс копировал. Сейчас. Как инстанс нельзя их копировать. Только как вы. Походу в этом дело. Да. Немножки не пахнулись. Копировать их можно, обязательно как копия. Копировать их нельзя. Да. Ну, пожалуйста, два клипа. Ну, и как вы догадываетесь, в отличие от обычной команды буллинга, это очень удобный подход. Когда вы можете интерьер срезать на рендере, и вы можете объект срезать на рендере, и не повреждает собой. И не придет. Ну, вот, вернусь я к первой камере, сделаю анхайд по всему этому, изобразую и рендерну картину. Ну, теперь у меня мальчик обрезанная шоколадка и красивая морковь. Останавливаю расчет. Останавливаю расчет. Я загляну в настройки рендера. Чего там у меня не хватает. Включу субпиксель-мейпинг. Хрис Холт, младовская остается, рендер тайм ноль, чтобы он не вздумал устанавливаться. Ну, можно включить и радиус мэп, например. Можно даже хай оставить для такой сцены. Пожалуй, вот так и останусь. Запущу рендер. Теперь свет будет считаться не через брутфорс, а через мап. Он означает, что придется потратить время на просчет радиус мэп. Это видео-постыня. Хотя и свет будет сглажен вместо четкого приморка. Обычные радиус мэп применяют для интерьера и архитектуры. В то время как стараются для объектных визуализаций все-таки брутфорс установить. Потому что брутфорс при всей своей непривлекательности в плане времени дает идеально четкий свет. А архитектуры его по-любому будут сглаживать даже на хайпе сети. Но когда у тебя время рендера выходит слишком долго, то ты же можешь использовать архитектуры, чтобы подускали чуть-чуть. А теперь самое интересное. Интересно. Вы знаете, ну, из последних, что я дал вам показать, есть такая понятия, как Veray History. История всех рендеров. Здесь мы видим все рендеры, которые я выполнял последний рендер, включая вот те, которые мы видели с вами только что в примере. Спирсон и у вас есть тестовые рендеры. Все они сохраняются в специальную папку, которая в History указывается. И в последнем Veray в History появилось одно, на мой взгляд, потрясающе удобное нововведение. History так неплохо. Он позволяет, например, увидеть очень детально разницу между рендерами. Он позволяет увидеть время каждого рендера, что можно было сравнить. Но в последней версии Veray мы смотрим на совсем потрясающую возможность, а именно сравнить настройки текущей сцены и настройки всех рендеров, которые есть. Когда вы наводите муж в рендер, он говорит, какие настройки, и система Veray заключается, как раз в рендер и как раз в рендер. Сейчас мы тоже будем работать. Ну, вот видно, что сейчас рендер пошел. Мне, конечно, не очень хочется подавать много времени на расчет. Я подожду еще примерно пяточек паспи. ДР на такие объекты. Слишком большая разница между красивым хдрным светом и другими вариантами. Ну, вот у меня, как образец, могу показать хдрный свет. Хорошо подсчитан, где-то около 1000 паспи. Вот мы видим, сколько мелких теней и красивых возникает. Я взял хдр-ку то ли с рестораном, то ли с собором. Там была куча-куча-куча лампочек. И она же с каждой лампочки дает свет. И мы с вами видим, насколько детально проработаны вот эти вот линии. Еще раз. И насколько красотка зима. Поэтому, да, конечно, в таких сценах я очень люблю хдрный свет. Вот такое интересное. На него же воздействует сразу много пятен световых. И каждая бросает какой-то свой рефлекс. И по-своему дает расчет. 23 паспи, в принципе, уже приемлемо, для того, чтобы похвастаться результатом. И смотрите, вот дворем последний, который я перенастроил. Это последний, который почти дефолт нашел. Но сейчас вот я могу сравнить их, конечно, вот это вот, вот это вот. Ну, вот видно, кстати, что, конечно, вот в брутфорстном свете больше контрастов был. Вермат он более сглаженный. Но если по картинке нажать правой кнопкой мышки, в History, то появляются некоторые новые фишечки. И вот они, Compare, V-Ray Settings, сравнить вирейские настройки. Я нажимаю эту команду, и открывается вот такая вот менюшка. Вот сейчас он пишет, V-Ray Settings, Arley Cloud. Ну, естественно, я же выбрал последний приемлем, да? А он сравнивает его с теми настройками, которые сейчас, в данную секунду. И он говорит, да, те же настройки, я их типа не поменял очень. Заметьте, если я влезу в настройки системы, и, допустим, поменяю в антиалейзинге порог шума на одну тысячную, с пяти тысяч, ну, как я его случил, на две тысячи порог шума, да, для идеального качества. Я опять скажу, а ну-ка, что там с настройками? Compare. И он скажет, что смотри, по сравнению с этой картинкой, ты порог шума поменялся так, ну, так. Было, было пять тысячных, стало одна тысячная. Могу переключить антиалейзинг. Допустим, поменяю его на Adaptive. Опять вызову диалог. И он говорит, вот, теперь у тебя тип самплера, не третий, а первый, он не пишет Adaptive Progressive, он пишет, как бы, список по списку номер. И говорит, настройки немножко изменились у тебя порога. Ну, а если я выберу предыдущую картинку, он скажет, ну, тут, типа, сейчас. Тут изменения полно. Другой тип сглаживания, другой тип глобального света, включен Color Mapping, включен другой левел Color Mapping, порог шума изменен. Ну, то есть вы можете вот так вот, с любой картинкой, допустим, вот картинка с пирсом, которую мы рендерили. Compare, вот он говорит, все отличия, которые только там стоят. Уровень качества глобального света хуже, сэмплов меньше, ну, и в общем. Поэтому, если, например, вы сравниваете рендеры, вы можете также посмотреть отличия настройки. Какие и куда отличаются. Но, возможно, не все знают, на всякий случай уточню, вы также можете загружать настройки отсюда. То есть, если вы поменяли настройки, и вам разонравилось, и вы думаете, что, елки-палки, а что-то было лучше, когда вот эту картинку на рендер. Вы можете нажать правой кнопкой по картинке, и команда, которая называется Lot, V-Ray Cessness, настройки из нее загружают в рендер. То есть, я вот сбил уже все настройки у себя, там, поменял анти-аляизинг на датчик, я нажимаю правой кнопкой, говорю, Lot, и он все настройки загружает обратно, такие были, когда ее рендер. Ну, тоже очень удобно, то есть, как хистерия зафиксировала результат, можешь экспериментировать, понравилось, загрузил обратно. Ну что же, друзья мои, на этом мы практически заканчивали. Показал я вам, да, все, что хотел. Посмотрели мы модель света новую, кликер, материальчики. Если у вас дома есть какая-то сцена с архитектурой, с домиками, я думаю, вы найдете возможность попробовать новую модель солнца и неба. Ну и, конечно же, о чем я говорил в начале занятия, вот то, что технология Vibas новая, это, наверное, главное нововведение. Его можно показать очень наглядно, если отрендерить две картинки, ну, вернее, одну и ту же картинку, отрендерить новому старому V-Ray. Вы увидите, что с луксином отличается скорость и отличается степень шума. Поэтому, если у вас есть возможность, ставьте себе новый V-Ray. В общем-то, сейчас, после серии оптов, я могу сказать, что он ничем однозначно не хуже надежности и удобстве старого, ну, а плюс и увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok